Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа по святым местам приветствует вас из города АллатРа. Мы приехали сюда, чтобы познакомить вас с Киево-Николаевским женским монастырем. О том, почему у святой обители, находящейся в Чувашии, такое название, как монастырь, связан с Украиной, о святынях и насельницах этого места – наш сегодняшний рассказ. История нашего монастыря очень тесно связана с Украиной. В Прилудских землях в начале XVII века был организован Покровский монастырь. Недолго там монахини просуществовали. В 1637 году началась Польско-Казацкая война, в результате которой начала насаждаться униадская католическая вера, и в монастырях было практически невозможно служить. И вот монахини Киевской епархии, посоветуя молитвам старцев, решили переселиться на другое место. По повелению царя Михаила Федоровича, инокинь поселили в Никольском монастыре АллатРа. С собой они взяли святыни. По дороге их ограбили, поэтому очень большие иконы не удалось сохранить и многое имущество. Но, тем не менее, сохранился у нас крест с престола, который находился в Покровском монастыре. И по преданию у нас еще одна есть икона Спасителя, очень древняя, которая говорит о том, что не нужно судить никого. Вот этот образ, привезенный монахинями в АллатР в XVII веке. С левой стороны написано, некогда царю греческому, приезжавшему мимо церкви и увидевшего священника, делавшее непотребные дела, изволилось наказать его, бичевать. В ту же ночь является Спас, сидящий на престоле, и повелевает наложить раны на этого царя. После этого была как раз написана эта икона. Аналогов я даже не знаю, она у нас единственная. В АллатРе до сих пор сохранилась Никола Знаменская церковь. Она построена на том месте, куда изначально приехали киевские монахини. В начале XVII века здесь был стародевичий Николаевский монастырь. Он был очень обетшалый, крыши протекали, приходилось тесниться в маленьких кельях, храм тоже был в плачевном состоянии. И вот на берегу реки Суры было найдено пустынное место для постройки монастыря. Возведены два храма – Покровский и Николай Чудотворца. Но территория эта оказалась неудобной, и обитель заново отстроили уже на возвышенном месте. В середине XVIII века к нам приезжала императрица Екатерина II. Она очень любила наш монастырь, потому что ее фрейлина числилась среди сестер, и она привезла много подарков. Кроме того, после посещения императрицы все сестры монастыря получили жалования. На эти времена это практически был нонсенс, такого никогда не было. Но эти деньги, конечно, стимулировали рост не материальных благ, а наоборот усиление молитвенной жизни. Изначально монастырь строился на строгих правилах. Каждый день шли длинные службы, сестры читали акафисты, неусыпаемый псалтирь. Сейчас эта традиция продолжается. Раньше Никольский храм был надвратным. Вы можете видеть след от арки. Именно здесь находились главные проездные ворота или святые врата. Ну а сейчас в этой церкви молятся в дни памяти святителя Николая Чудотворца и читается неусыпаемая псалтирь. Вот так выглядел въезд в монастырь. Именно с Никольского храма начинались все монастырские постройки. А сейчас молитва здесь звучит и днем, и ночью. Над иконостасом висела икона Николая Чудотворца. Как в Почайской лавре можно было спускать святыню, так и Николай Чудотворца. Он крепился специально или на лентах, или на цепях. Это нам неизвестно. Именно эта икона является наиболее известной и чудотворной иконой нашего монастыря. Если приезжают люди болящие, бесноватые, их возможно сразу определить, поскольку вся нечистая сила буквально тут же выходит при виде образа этого. К концу XIX – начало XX века монастырь – это целый комплекс зданий, множество чудотворных икон и, конечно, насельницы – 31 монахиня и 237 послушниц. И что хочется отметить, конечно же, это веру. Веру, которую не только хранили, но и защищали сестры. Когда пришла година искушений после революции, несмотря на то, что кого-то ссылали, кто-то попадал в тюрьмы, еще около 20 лет служба шла. Каким образом была организована трудовая артель? И под видом этой трудовой артели сестры могли не только работать, но и служить Богу. Возрождение обители началось в 1993 году. Здесь был комгородок, коммуетический городок, в котором велись определенные хозяйства. Все люди жили здесь. Много было и алкоголиков, и первые сестры, которые здесь жили, в бараках. Конечно, несли на себе очень большую нагрузку, но, тем не менее, вычищали храмы и старались служить Богу. 8 августа 2001 года надлошность настоятельницы Киева Николаевского Новодевичьего женского монастыря была назначена игуменья Елисавета Кривошеева. Она с болью рассказывала, что святые стены были разграблены, а в Покровском соборе до этого размещался виноводочный склад с ларьком. На 1982 году жизни матушка отошла ко Господу, но успела сделать здесь многое. На расчищенных и отреставрированных храмах засверкали купола и кресты, а в церкви вернулись старинные иконы. Но сначала образа скорее напоминали темные доски с еле различимыми ликами святых. Вот сейчас у нас здесь висит Николай Чудотворец, Илья Пророк, вы можете видеть эти образа. Вот здесь великомученик Пантелеимон, очень светлый образ. Но каким образом он просветлел? Только благодаря молитве. Не нужно применять никакие реставрационные методы, не нужно направлять лучи света. И в темноте, и без темноты все проявляется самостоятельно, если начинается светиться вот этот огонечек веры. Еще одна удивительная святыня – мощи и обруч Иоанна Предтечи. Он надевается на голову во время чтения молитвы Крестителю Господню. На самом деле, когда мы сделали этот обруч, освященный на мощах Иоанна Предтечи, на нем написано «Святой Великий Иоанн Предтечи, моли Бога о нас». Люди на самом деле стали говорить, что облегчаются не только головные боли, но и проходит какая-то внутренняя скорбь, которая тревожила много лет. В Покровском храме хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы с удивительным названием «Поможение рода». Это икона XIX века. Только как мы ее поставили в храм, начались исцеления от бесплодия, помощь людям в наркологическом состоянии. Само название за себя говорит – продолжение рода. Все, что нужно для продолжения рода – это здоровая жизнь. Поэтому Матерь Божья как-то выразумляет и помогает людям, чтобы они образумились и вели жизнь чистую. И тогда и потомство будет благодатным. Такая любовь к детям распространилась и на весь монастырь. На территории монастыря можно наглядно проследить историю Ветхого и Нового Завета. Например, вот здесь можно почувствовать себя апостолами, которые управляют судном, здесь даже есть штурвал. Ну а в сети мне попалась вот такая вот рыбка. А ученики Христа стали ловцами человеков. «Наша Вифсаида» – так здесь называют этот проект ландшафтного дизайна. Создан он для всех, но в первую очередь для самых маленьких прихожан обители. Могут наглядно посмотреть, где рыбачили эти апостолы, как Господь их призвал. И наглядные вот эти фигуры, они, конечно, для детей в более доступной форме объясняют им наше православие. Причем ребята даже сами трудятся здесь. Это всегда радостно, когда дети находятся на территории монастыря, и кто-то травку пощипает, кто-то пыль протрет. Но это уже тоже все Богом засчитывается за благое дело. А эта скульптура благословения детей была сделана мужчиной, у которого супруга и ребенок оказались в критической ситуации. Несколько лет назад к нам обратилась за помощью одна семья. Должны были умереть при родах и мать, и ребенок. Единственное, что врачи возлагали надежду на то, что, может быть, останется в живых или мама, или ребенок. Мы всем монастырем молились, подали особое прошение. Но есть в монастыре особое прошение «Врачу души телес» называется, которое читается на литургии вместе со специальными молитвами об исцелении. И выжили и мама, и ребенок. Слава тебе, Господи, слава тебе! Монастырь отзывается на любовь молитвами, службами и торжественными крестными ходами и живет под покровом святителя Николая Чудотворца. Образ Николая Чудотворца еще находится с обратной стороны креста Господня. С одной стороны распятие, с другой стороны тоже святитель Николай. А сама Голгофа, она собирает в себя камни со всех мест России по бокам, они залиты эпоксидной смолой, а сверху залиты камни со святой земли, с Иордана, с Синая, с Голгофы, с разных мест Силиона. Находясь в этом месте, по-новому вспоминаешь слова святого Серафима Саровского. Здесь вам и Афон, и Иерусалим, и Киев. Частички святых мест, история подвига и святости, старина и современность. Все это вам покажут и обо всем расскажут здесь, в Киево-Николаевском Новодевичьем монастыре АлатРа. АЛЛАТРА 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 АЛЛАТРА